Всем большой привет! Сегодня я буду делать замечательное средство для кожи. Это будет взбитый крем на основе масла ши или карите. И решила поделиться рецептом приготовления этого нежнейшего крема с вами. Этот чудо-крем предотвращает морщины, помогает в борьбе с растяжками, замечательно ухаживает за сухой кожей. Мне очень нравится текстура этого крема. И что для меня очень важно, в нем содержатся только натуральные ингредиенты. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, наш первый и в общем-то основной ингредиент в этом креме это масло ши или карите. Я использую нерафинированное масло, потому что оно более полезно для кожи. У меня это органическое масло. Масло широко используется в косметологии. Оно замечательно ухаживает за увядающей, сухой кожей, предотвращает очень хорошо растяжки или если уже таковые имеются, то помогает в борьбе с ними. Единственное, нужно будет немножечко дольше ждать результата, но все равно он будет. Еще одно масло, которое мы будем добавлять, это кокосовое масло. Я очень люблю, как работает это масло в масках для волос и в общем для тела. Еще одно масло, которое я хочу добавить, это масло какао. Оно у меня тоже нерафинированное, органическое. Это также баттер, это очень твердое масло. Масло жожоба. Его получают методом холодного прессования из орехов и фактически это жидкий воск. В косметических средствах это масло способно просто творить чудеса. Оно замечательно справляется со многими проблемами кожи. Также в этом креме я буду использовать нерафинированное масло оливковое холодного прессования. И последнее, это эфирное масло лаванды. Это масло обладает очень сильным регенерирующим действием, хорошо освежает, тетонизирует кожу, увлажняет ее и подтягивает. Вся посуда, в которой мы будем готовить и хранить наш продукт, должна быть обязательно обработана спиртом или водкой. Нужно просто тщательно протереть. Также мы протрем спиртом наш блендер, которыми мы будем взбивать наш крем. Нам понадобится 200 грамм масло карите. Сюда же я добавила 50 грамм кокосовое масло. Сюда же в эту мисочку добавляю масло какао. Грамм 20. Теперь я наши твердые масла отправляю растапливаться на водяной бане. Мы должны их растопить до жидкого состояния. За несколько минут наши масла уже практически растопились, стали жидкими. Все, у нас в мисочке не осталось твердых кусочков масла, все оно растоплено. И теперь мы масло снимаем с водяной бани, вставляем его в сторону. Моя маслица остыла до комнатной температуры. И теперь я буду добавлять в него жидкие масла. Жидких масел должна быть треть от веса твердых масел. Шел черед эфирных масел. Я добавила 10 капель масла лаванды. И хочу немножечко изменить рецепт. Хочу добавить еще масла, пачули и розмарина по 5 капелек. Взбиваться наше масло будет минут 10-15. Это зависит от того, насколько прохладным будет масло. Для ускорения процесса можно миску поставить на лед и тогда это будет значительно быстрее. Как видите, наш крем становится похож на взбитые сливки. Еще чуть-чуть буквально. Он еще немножечко загуснет и будет готов. Ну вот, наш крем взбит до таких тугих пиков. Все, теперь мы можем перекладывать его в нашу баночку, в которую она будет у нас кремиться. Наш замечательный нежнейший крем готов. Пользуйтесь на здоровье. Хранить его можно около полугода в прохладном темном месте. Использовать можно для всего тела. Я надеюсь, этот крем вам понравится. Если это видео было для вас полезным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь. Будет еще много интересного. Всего доброго. До свидания.